Сегодня мы с вами будем говорить про построение платформы по обработке данных в клауде для финансовых предприятий. На самом деле все примеры, которые буду показывать, это все примеры единого проекта, который был сдан в продакшн в апреле месяце. Ну, он сейчас продолжает эволюцию, уже N-ный спринт доставки в продакшн, то есть это все продолжает работать. К сожалению, компанию назвать не могу, но я думаю, при правильных руках и гуглении, я думаю, вы найдете, что это за компания в итоге. Окей, пару слов обо мне. Вот этот бородатый дядька, я специально ради вас сегодня даже побрился. Это я. Ну, я обладатель статуса вот этого красивого синего бэджа Most Voliable Professional, но все остальное, думаю, не стоит вам знать. Это просто красивый маркетинговый буржит. Окей, перед тем, как мы начнем говорить вообще о BI, давайте понимать, что у нас очень много готовых продуктов, которые доступны для выбора. Я думаю, большинство из нас слышали про сиквельные базы данных, большинство из вас слышали про MySQL базы данных. Ну, я могу перечислять, на самом деле, практически до бесконечности, вариантов на самом деле очень много. Хорошо, а кто слышал про вещи, как SQL Server Integrational Services? Работали. О, отлично. Хорошо, про Hadoop. А кто что-нибудь пробовал? Ну, вообще замечательно. Хорошо, а кто-нибудь слышал что-нибудь про месседж-брокеры? О, а кто работал? Не, ну, ты можешь руку не поднимать, тебя я тут знаю. Хорошо. Ну, смотрите, давайте так. Тут четыре линии разных сервисов, которые мы можем использовать и которые вообще нацелены на работу, какую-то минимальную работу с данных. Ну, все начинается с самого простого. Это те же вебапы, классические, на которых вы можете хостить ваши API-шники, вы можете хостить джобы, которые будут обрабатывать данные. Ну, все зависит от прямых рук и от желания, насколько вы хотите поизвращаться. Но на них тоже можно делать аналитику. Мобильные приложения, это легкий бэкэнд. Лоджик апы, штука сейчас дико популярная заходит, это по сути без знания программирования, вы можете сделать реальную штуку, которая может что-то с данными делать. И не только с данными, она может инжекнить информацию с твиттера. Прикольно, классно. API, ну, тут, я думаю, расшифровывать ничего не надо. Content Delivery, Network и так далее. Окей. Если мы говорим про базы данных, у нас тоже доступно вариантов очень много. Прошу прощения, что слайд старый, и вообще документ DB уже не существует, она называется Cosmos DB. Но вариантов много. Есть SQL, есть Data Warehouse, есть, как я и сказал, Cosmos DB, есть Data Factory, о которой мы будем очень сильно много говорить сегодня. Это, ну, забегая вперед, это оркестратор данных, который позволяет вам, по сути, управлять временем работы с данными. И что вы с ними можете сделать. Ну, понятно, всякие виды сториджей. Потом, интеллиженс и аналитика. Ну, тут все достаточно просто. Hadoop, HD Insight, Machine Learning и все, что связано с этим. То, что нас сегодня понадобится, это Data Lake Store. То есть мы чуть-чуть о нем будем говорить, о том месте, где мы можем, в каком едином месте мы можем собрать непосредственно разные кусочки, из разных сорсов. То есть из разных вообще типов сториджей, разных данных и так далее. И, понятно, уметь еще по этому делать умный поиск. И достаточно быстрый. Потом все, что связано с интернетом вещей и Enterprise Integration. Ну, тут, понятно, всякие наши месседж-брокеры, анализ данных в режиме реального времени Stream Analytics, всякие Bestog сервисы, всякие шины и так далее. Ну, согласитесь, сервисов немало, да? А представьте, сколько еще существует в Marketplace сторонних разработчиков. Такие как Click, Talent, Tableau и так далее. Ну, на самом деле, блин, вопрос я правильно поставил. А с чего начать? Смотрите. Мы попробуем с вами классифицировать все сервисы по тому, какие они есть. Есть такая замечательная фраза, она сказана очень крутым дата-сайентистом. Он говорил одно. Think big, act small, fail fast, learn rapidly. Идея в чем? Чем быстрее вы сфайлитесь, тем лучше. Ну, коротко и ясно. Особенно на этапе R&D. Так вот, все сервисы, которые у нас есть сейчас вообще для работы с данных, они делятся в основном на четыре такие большие категории. Это интеграционная часть, это часть обработки, это часть хранения, это часть презентации. И, скажем так, кросс-часть, очистка и агрегация – это то, что, ну, относятся ко всем. От этого никуда не денешься, это какие-то оркестраторы, это ваши скрипты и так далее. Давайте попробуем по-другому. Я уже вам чуть-чуть рассказал о сервисах. Кто-нибудь может мне привести пример каждого из этого? Отлично. Минус один, следующее кто-нибудь что-нибудь? Ну, не стесняемся, блин. Я такой страшный. Ну, хорошо, презентационный уровень, причем самого простого. Почему бы и нет? Вебап, да. Ну, можно так. Ну, например, Power BI туда же относится. Интегрейшн. Да, да, да. Все, именно об этом я же говорю. Ну, смотрите. Я вывел немножко другие. Тут я вывел Cassandra, HBase, Data Warehouse, классический SQL. Я вывел в плане сториджа просто сторидж, тоже Database Warehouse. В плане обработки данных это Hadoop, понятно же дело. Это Apache Storm, это Spark, это Stream Analytics. Анализ режима реального времени. В плане интеграционной части я вывел Event Hub, IT Hub, Service Bus и Kafka. И мало того, здесь мы будем говорить еще вот нижний уровень, который больше всего нам интересен сегодня. Потому что, по сути, только этот уровень позволяет нам управлять вообще всей дата разработкой. Это уровень агрегации, чистки и оркестрации данными. По сути, что из себя представляет работа Data Scientist, Data Analytica? Он пишет свои какие-то скриптики, которые преобразовывают одну пачку данных в другую. И все. Этот скриптик проходит один раз. Но проблема становится в другом, когда вам надо сделать, ну, представьте, у вас каждый день приходят новые данные, вам надо какую-то сделать полноценную платформу, которая будет автоматически стартовать и полностью покрывать все это дело. Что из этого мы имеем? Я тут подготовил несколько таких симпатичных, скажем так, три деревьев решения. Какой у вас есть проект и с какого момента вы можете стартовать. Ну, давайте начнем с самого простого. Смотрите, у вас есть непосредственно различные дата источники. Это может быть как ваше приложение, это может быть как какие-то девайсы, это может быть непосредственно как какие-то мастер дата сервисы, это могут быть логи и так далее. Следующим фактом вам надо их куда-то интегрировать, то есть вам надо куда-то их положить. В случае, когда мы говорим про большой кластер Hadoop, который работает с данными, тут все очень просто. У него это все смешано, у него есть уже под капотом сервисы, которые могут сходить, я иду сюда, я забираю данные, я с ними работаю. Но есть другие вещи, например, как SQL Server Integrational Services. Это, скажем так, ну, грубо говоря, прикольная штука. Что из себя представляет? Для .NET разработчиков, которые никогда не сталкивались, по сути, это такой проект Visual Studio, в нем есть всякие блоки, вы блоками моделируете, что можно с данными сделать. Для хардкодеров есть возможность там еще свой шарп добавить. И даже и F-шарп. Да. Потом, ну, понятно, что дата сторы, то есть какой вариант в зависимости от вашей задачи, что вам надо выбрать. И последний этап — это дата моделей, аналитика, каким образом мы строим аналитику, каким образом мы строим уже первые модели для того же машин-леунинга и так далее. И в конечном итоге мы всегда придем к одному из этих пяти сервисов. Это или платформенные сервисы для презентации, это Excel, Power BI, это SharePoint тот же, и в любом случае BI для офиса 365. Здесь сбоку есть второе дерево, такое более интересное, которое работает немножко по-другому. Идея в чем? Он рассказывает с момента, что мы откуда-то забрали данные. Вот он показывает ELT, Azure Data Factory, буду дальше не говорить, что мы выделили эту информацию, мы ее куда-то положили. Или у нас есть кластер Hadoop, который работает с этой всей информацией. И дальше мы идем вверх, выгружая эти все данные для дальнейшего использования. То есть после какого-то основной обработки мы переходим на уровень более тяжелой обработки, где у нас идет уже какое-то предсказание данных, это вот этот голубенький. Дальше мы идем на уровень визуализации, и дальше, понятно, конечным уровнем в это интегрируетесь уже в ваши личные приложения. Окей. Это был кусочек теории. Давайте так, если есть вопросы, давайте сходу задавать, потому что дальше будет тяжелее. Я специально пару моментов таких подсветил, дальше будет трешняк. Да. Ну, как вы думаете, теория работает на практике? О, ну, абсолютно верно. Смотрите. Давайте я начну с бизнес-кейса. У нас есть финансовая страховая фирма, которая занимается аналитикой данных. То есть ей надо, как, у нее есть огромный IT-подразделение, в котором работают порядка тысячи человек. Есть куча различных систем. А как вы знаете, у финансовых, да и страховых очень много легоси. Есть базы данных, такие как Adok, которые очень болючие, и которые могут экспортировать только во что-то, или в CSV-файл, например, или в MySQL. И мало того, он не умеет даже делать и кримитивный бэкап. Я надеюсь, все понимают, о какой боли я говорю. Ну, давайте какой-то фидбэк. И стояла задача следующая. Дирекцион, ну, директорат этого предприятия, хотел получить единые дашборды, на котором он мог понимать за сутки, что произошло. Особенно со страховой частью. Финансовая часть, она еще более-менее какая-то спокойная. Но страховая, в зависимости, если сегодня произошла какая-то катастрофа. Саш, привет. Какая-то катастрофа. То у нас все полетело в тартарары. У нас минус А, на многим надо выплачивать. И директорату хотелось понимать, на каком вообще мы свете находимся. Есть такая замечательная схема. Это вообще эксцеллент схема. Это best practices, которая практически никогда не работает. К сожалению. Но идея в чем? У вас есть какой-то вашей собственной данной on-premise. Он вообще работает? Не работает? Давайте лучше. Но той стороне не видно, наверное. Ой, будем мышаком показывать. Мышкой лучше? Ну смотрите, у вас есть какая-то общая часть. У вас есть ваши собственные источники данных. У вас есть более стандартизивные приложения, как SQL Analytics Services, как SQL Reporting Services. Да тоже любимый Excel. Кто-нибудь писал уже базы данных на Excel? Пробовали с этим? Да. Это больно. Ну так вот. Это все хранится у вас локально on-premise. Смотрите. Была основная идея это все вмонтировать в облако. И чтобы получить вот этот бешеный перформанс облака, что мы в один момент можем посчитать и анализировать. Ну порядка... На этом проекте, о котором я вам рассказываю, это было 50 гектар свежих данных за сутки. И чтобы вы понимали, обработка всего процесса, то есть мы стартовали в 3 часа ночи, у нас в 7 утра уже были все готовые отчеты. Из сырых данных. На 50 гигабайтах. Это быстро, как вы думаете? Ну, я бы сказал, хреново это. Можно быстрее. Да. Вот это правильный вопрос. Это не так быстро, потому что не так много денег было туда влито. И тут вопрос еще к консомейшену был очень важен. Ну, короче, продолжаем дальше. У вас есть какой-то on-premise gateway, который берет эту всю информацию у вас локально и выводит это куда-то выше. То есть дальше, что мы тут сделали? Это уже наша адаптированная версия. Мы сказали, так как выводить и делать уже на этапе клауда, когда информация приходит пачками, вы же поймите, вы вытягиваете, вы используете канал предприятия. А канал предприятия в любом случае будет меньше, чем InfiniBand, который в Azure Data Center. Ну, как бы с ним соревноваться, как-то вообще, ну, не вариант. То есть мы что сказали? Мы сначала вытягиваем просто все данные с локального хранилища. Мы создаем копию этого хранилища. Только те данные, которые нам нужны. То есть часть таблиц мы не вытягиваем. Зачем нам 100% там, блин, всякой фигни, которая не используется очень много. Мы вытягиваем это в клауд. Мы сохраняем так называемый operational data store. Потом у нас следующим шагом мы берем информацию из operational data store. Мы пишем скрипты, которые исправляют эти данные, приводят из сырых данных, дают какой-то бизнес-валию. И потом эту бизнес-валию мы загружаем и отображаем уже в Power BI для конечного клиента. Ну, звучит прикольно, да? Ну, на свою голову мы решили использовать сервис под названием Data Factory. Но сценарий звучал так. Data department, вообще head of department, вообще предприятия хотели видеть дашборд. И они хотели, чтобы это не IT им предоставлял этот дашборд. Есть отдельная команда бизнес-аналитиков, которые понимают вообще в юзкейсе, в проблеме, что происходит. Им надо было, чтобы именно они, то есть люди, которые, по сути, никогда, даже кусочков кода нормально не писали, чтобы они могли сделать красивый отчетик, чтобы там были, я не знаю, красивые графики и так далее. И контора не хотела в этом много оплатить, валивать много денег. Но это поначалу. Да, потом втядулись, да. Смотрите, уже сходу со старта была куча разных источников. Тут я их специально деанонимизировал, то есть анонимизировал, потому что я не могу назвать, что конкретно. Первый источник — это была база данных MySQL. Второй источник — это была база данных обыкновенной SQL. Третий источник — это был вообще Postgre. Четвертый — это были файлики CSV, экспортированные каждый день. А пятый, по-моему, FTP-шка, что-то с FTP-шки стягивали. Такой вопрос. А вы могли влиять на то, когда, ну, словно говоря, у меня подобный проект был, и я мог только получить данные, и я получал все данные, потом их резал, потом их там получал. То есть у вас было влияние на поставщиков, вы даете на меня или IP, или вот формируйте вот эти файлы CSV, вот те, которые только мне надо. Вот вы говорили в предыдущем, что вы вытягиваете данные, и, понятно, шина внутри дата-центра круче, все замечательно, но дают все данные. И поставщик данных у меня, ну, говорит, вот пользуйся, что есть. У нас тоже была ситуация, пользуйся, что есть. Мы с этим абсолютно работали вот как есть. Я сейчас буду дальше рассказывать. Проблема в том, что половина приложения — это жуткая легоси. Причем жутчайшая. Самая большая проблема, представьте, сколько, как мы грузим интернет-канал, ну, 50 гектар каждый день. Ну, это дофига на самом-то деле. Это еще далеко не Big Data, как бы, но это уже и немало на самом-то деле. И ситуация в том, что мы не могли делать инкрементальный бэкап этой всей информации. То есть мы получали каждый день полностью фулл бэкап, то есть был сначала грохал, грохала вся база данных, и каждый день нам выкатывали новый бэкап. Локально. Он примайс. Еще, бляха-муха, на MySQL 4.5. То есть вообще больно, больно, атотай. И у нас был процесс, и у нас была проблема, каким образом мы можем доставить эту информацию из разных источников в клауд, каким образом мы сможем моделировать эти данные в клауде, и каким мы образом можем обеспечить вот эту латенси от клауда с юзером. То есть идея же в том, что данные-то в любом случае на момент они будут всегда устаревшие, когда юзер подключается. Они как минимум будут данные одних суток. То есть и нам надо всегда гарантировать, что данные одних суток — это не больше. Потому что если больше, то мы уже, скажем так, в нехорошем месте. Окей. Каким образом мы стартовали этот проект? Ну, для начала было 3 месяца ресерчинг-девелопмента. То есть, ну, вы сами понимаете, что когда вы инжектите из легоси, из легоси источников данных, вас ждут всякие приколы. Сейчас будем о них говорить. Первая фаза была одна из самых тяжелых. Мы должны были данные передать в клауд. Мало того, это должно было работать таким вот образом, что запускалось что-то в клауде, оно коннектилось локально через VPN-ку, то есть непосредственно к инфраструктуре клиента, и вытягивало только нужную нам информацию. Не все остальное. Это была первая фаза по передаче в клауд. Вот именно она будет 3 месяца, блин, заняла, потому что... Сейчас буду рассказывать, почему. Вторая часть нам надо было сделать вот этот перенос из Operational Datastore of Data Warehouse. Это был ETL Transformation. И последняя часть, понятно, ну, самая такая красивая, простая, там было нарисовать красивый отчетик вообще, что оно как работает и так далее. Окей. Что было протестировано за эти 3 месяца? Было... Говорим сначала про первую фазу. Именно по транспорту. Решено было использовать замечательный сервис, а почему было решено именно его использовать? Потому что он стоит копейки. Ну, там реально цена за месяц, если накапает, баксов 20, то вообще круто. Для 50 гигабайт данных каждый день. То есть... Ну, это смешно. Было решено использовать сервис, это называется Data Factory. Это оркестратор данных, который позволяет вам инжектировать данные из локальной сети, и не только из локальной, из разных источников, и перекладывать их в разные источники. Было использовано первое... Ну, так как у нас всегда на входе первый самый дерьмовый источник данных, это MySQL, к сожалению. Были использованы такие вещи. То есть, понятно... Да, команда on-site у клиента, Data Science, они еще знали, что такое SSS, умели эти блоки составлять. То есть от SSS мы уже архитектурно не можем избавиться. То есть нам приходится его тоже поддерживать. Что было сделано? Что мы придумали? Что сначала мы инжектим данные в клауд. Это наша задача уже. То есть мы вам строим платформу. Вы получаете Operational Data Storage с данными. И следующая ваша часть, вы уже подключаете своих любимых Data Scientist, и они вам пилят вот это решение на Integrational Service. И нас это не касается, ну, любитесь, как вы хотите. Это ваша любовь. Как бы идея была сначала вообще минимизировать, сделать это дешево. То есть использовать банальный Blob Storage. Но, как оказалось, SSS нормально не саппортит Blob Storage. Обломчик. Пришлось бы, мы посчитали, что пришлось бы писать собственный этот, как-то, собственный считыватель для данных, гитвей, провайдер. Ну, это неприятно. Неприятно долго. И, как бы, и особые потребности именно в Blob не надо было. И вы же поймите, когда мы пишем Blob, мы пишем, по сути, в какой-то файл. То есть мы уже теряем по большей части типизацию, к сожалению. Что было очень нам очень важно. Второй вариант был использовать что-то среднее между базами данных сиквела и базами данных новых сиквела. Есть такой тип сториджа, он называется Table Storage. То есть у вас есть RAW партишинки, а дальше вы уже запихиваете, как вам удобно. И была идея под каждую табличку сделать... сделать... под каждую табличку отдельную табличку именно от Table Storage. Но мы вылезли в проблему по мисмач типов. У нас были большущие проблемы о том, что у нас было несопоставление типов. Они потом пришли с сиквелом нормальным, эти проблемы. Но просто у сториджа есть понятие по нагрузке, по типажу, например. Там банально, стандартно мы там поддерживаем какой-то... ну, чар-стринг, то есть стандартный, интейджер, флот и что-то еще. Это все, что мы могли запихнуть в Table Storage в таком виде, чтобы потом это правильно читать. Иначе у нас выявлялись проблемы. И проблемы эти были не в Table Storage, а именно то, как Data Factory инжектит данные, берет их из локального источника и запихивает в Table Storage. И последний вариант, который реально заработал, который по факту из этих всех перечисленных выше самый дорогой. Ну, да, MySQL, ADF, Azure SQL, банальный Azure SQL. Правда, в Elastic Pool, что очень важно. Идея в чем? Метрика по использованию считается Database Time Unit. То есть, эта метрика, она в себя сразу же включает нагрузку на CPU, нагрузку на RAM и нагрузку на Storage. Здесь была идея в чем? Почему Elastic Pool здесь был очень выгоден? Мы, получается, любили эту базу утром, а весь остальной день мы ее не любили. Ну, следовательно, она работать уже могла как-то так. Окей. По факту мы получили вот такую схему. Смотрите. Transport Cloud это был Data Factory. Мы его использовали только для копирования информации, которая у нас была локально. Идея в чем? Локально он с сайту клиента стоял Getway, который был подключен к Data Factory. По факту, даже я по секрету расскажу, было два Getway. Потом объясню почему. И который, по сути, его основная была задача это просто перенести информацию. И информацию, которая нам нужна. Только те таблички, с которыми мы потом дальнейшим образом работали бы в Cloud. Потом Data Storage банально Azure SQL. Это был операционный Data Storage. Банальный. Ничего тут сверхъестественного. Всем любимый, всем знакомый. Единственное, властик пули. Потом виртуальная машина. Это единственный кусочек инфраструкции из-за сервиса в этой всей системе, но потому что, к сожалению, SQL Server Integrational Services в платформу из-за сервиса вышли только вот только и пока доступны только в Америке. Ну, да, с целью вей, как говорится. Была виртуальная машинка с SQL Server агентом, и да, кстати, это не просто виртуальная машинка, здесь была еще и версия SQL Server и интересный Enterprise, потому что иначе мы мастер-дата-сервисы не могли использовать. Ну, как обычно, Microsoft Shuntup и Take My Money. Потом у нас был Data Warehouse, в который мы вгружали абсолютно все, что у нас было. Идея в том, что мы должны были предложить именно максимальную производительность для Клода, чтобы потом показать и сделать презентационный уровень уже в Power BI. А с Power BI там, по сути, нагрузка на Power BI реально бешеная была. Почему было использовать Power BI? Потому что уже была куплена подписка Office 365. Ну, зачем, зачем, как бы, есть возможность, давайте используем то, что уже есть, зачем что-то покупать и городить свой велосипед. Окей. Это все, конечно, замечательно, но мы все-таки трушные с вами, ребята. Надо же как-то делать какой-то процесс разработки, потому что, по сути, это все были отдельные кусочки. У DataFact свой тип проекта, у SQL Server свой тип проекта, скажем так, у базы данных свой тип проекта. И, по сути, мы врезались в такую ситуацию, что у нас была куча Visual Studio скис салюшенов, которые непонятно кто, что, как друг на друга завязаны, непонятно ручками кем-то деплоятся, ну, точнее мной. Да-да-да-да-да-да, я любил это дело. Я на какой-то момент сказал, народ, мы останавливаемся на этот момент, у нас есть замечательный инструмент Visual Studio Team Services, о котором я говорил. А кто был, кстати, в прошлом году на IT-НУСТОПе во Львове? А, ну, я думаю, меня помнят тогда. Я много говорил про DevOps. И идея была в том, что мы конфигурируем полноценно доставку проекта DataFactory, доставку проекта, по сути, Duckpack, чтобы обновлять базу данных, доставку проекта Integrational Services, а он доставляется очень хитро, он доставляется с помощью, сначала ты его должен скопировать на конечную машину, а потом PowerShell агентом, ты его, PowerShell скриптом, ты его должен зарегистрировать на SQL-агенте. И потом еще было разделение разного типа, то есть разные джобы были, то есть идея была в том, что чтобы отдельно не поднимать под Dev and Test среду отдельную DataFactory еще одну машинку с SCS, но разделить конечные базы данных после всего этого, они еще по-разному регистрировались. Ну и в конечном итоге оно все приходило, то есть первая была среда это для девелопмента, это то, что девелоперы сейчас пилили и игрались, вторая среда это была тестировочная, на которой мы выкатывали новую часть аналитики, на которой это все тестировалось, и последняя идеально чистая среда, на которой был Production, которая имела приоритет по времени выполнения, только она выполнялась лучше всего, и мало того, только она еще имела под собой дата-каталог, в котором были заинтегрированы все сурсы, то есть мы в любой момент мы могли сравнить и посмотреть, что у нас было до обработки данных, и что у нас было после обработки данных, какая информация. И что мы на выходе получили? Ну, то, что эта инфраструктура очень похожа на вот это, сейчас, а, да, на вот это, я думаю, у вас сомнений нет, да? Да. Вообще, один в один, я сам согласен. Идем дальше. Мы получили, которая, архитектуру, которая compliant best practices on Microsoft. Хвала Microsoft. Это, ну, по сути, это win-win архитектура в том плане, что мы использовали одновременно самые кульные сервисы в Ажуре, и одновременно мы использовали инфраструктурный уровень наш любимый. Это, по сути, инфраструктура была базирована на Microsoft Azure, ну, чтобы потом иметь идею в том, что у нас есть дальнейшие апдейты, мы уже, там, еще по секюрным частям вы же понимаете, что есть апдей уже на предприятии. То есть, я это просто исключаюсь в дискуссии, но это прикольно, потому что мы это можем заре использовать. Мы получали бешеный пауэр, в том плане, что, представьте, машинка, на которой крутился SQL Server Integrational Services, у нее было под капотом, сейчас скажу, 300 с лишним CPU и под 100 гектар рама. Эта машинка запускалась только на время выполнения. Это в Ажуре была или у вас? Да, в Ажуре, в Ажуре, в Ажуре. Представьте, сколько это стоит, да. Да-да-да-да-да. Но прикольно в том, что мы за нее практически ни хрена не платили. Она запускалась только на время, когда надо было выполнять, по сути, работу с СССР. В том-то и классно. Ну, все косты мы этим менеджили. То есть, знаете, эту классическую историю вообще вот. Когда приходит джуниор-разработчик, он думает, а как мне это сделать? Когда приходит мидл-разработчик, а когда приходит архитектор или синер, а как мне это не делать? Ну, вот это именно эта же история. Лень двигатель прогресса. Абсолютно согласен. Ну, и в итоге мы вышли на ту историю, что нам не нужно было поддерживать платформу, кроме этой машинки, грубо говоря, с СССР. Но даже если она грохнется, в любой момент есть бэкап, и в течение пару минут похожая машинка, потому что, по сути, она ничего не хранит для себя. Она просто компьютересурс, который делает вычисления. Все. Окей. Такой этот. Это была общая архитектура. Теперь вообще, как это все работало под капотом? Я недаром написал, что это будет такой фокус он-тул, и как организовать вообще процесс разработки с BI и другие там болючие штучки. Идем. Окей. В случае с Data Factory есть замечательный такой инструмент, который доступен в Marketplace. Называется Microsoft Azure Data Factory Tools for Visual Studio 2015. 18 еще, к сожалению, не существует. На тот момент, когда я его устанавливал, смотрите, было пол миллиарда установок, не-не-не, полмиллиона установок, да. И посмотрите, сколько всего звездочек. Это ни на что не под... это ни на что не намекает, как бы там размышления не дает. Ну, да, оставьте пока их при себе. Идея в чем? Смотрите, что он позволял? Он позволял делать верификацию синтаксиса, он позволял билдить решение, потому что, по сути, вообще проект Data Factory это, по сути, наборчик каких-то JSON-ов, грубо говоря. Эти JSON-ы описывали нашу структуру данными, что мы с этими данными делаем и куда и наш Destinational Source. То есть у нас как минимум был входящий датасет, то есть датасет это описание вашей модельки, у нас был выходящий датасет, у нас была Activity. Все это крутилось по сути под капотом на JSON-е. Эти JSON-ы надо было как-то валидировать по схеме, насколько наш девелопер правильный или неправильно работал. Ну, мы решили заюзить это решение. Как это выглядело? Я думаю, все сталкивались вот с такой похожей структурой проекта. Идея в чем? Смотрите, есть solution, у него есть какие-то папочка deploy, в ней какие-то PowerShell скрипты. По сути, здесь виден только один, на самом деле их там три. Это Azure Data Factory deploy, это мы будем сейчас отдельно позже рассказывать, там вообще такая тема, как его деплоить, это просто любовь. Потом непосредственно проект Data Factory, второй проект Data Factory, а почему второй? А потому что на втором проекте, чтобы быстро очистить Data Factory, намного проще на него же задеплоить пустой проект, чем ручками удалять все пайплайны, все датасеты и все LinkedIn сервисы. То есть, да, почему так, не знаю. И последнее решение был Database Solution, это непосредственно был DACPAC, который инжектился, который восстанавливал нашу базу в состояние, то есть, вот это ODS, в состояние, которое придет. То есть, это было очень важно. Смотрите, датасетов было 150, это на момент RND, я делал этот скриншот. Сейчас их больше тысячи. То есть, объем бешеный. Представьте себе, и одна табличка, это не просто, знаете, табличка там с пару колонками и так далее, в одной табличке стабильно вы имеете по 20-30 колонок. Минимально. И как вы думаете, писать этот датасет ручками удобно? Ну вот, представьте, что вам надо ручками вытянуть. Сначала посмотреть, какой тип у этой колоночки. Написать структуру, это все написать красиво в G-зоне. Как-то это зашить, еще добавить в проект Visual Studio. Ну, больно немножко, да? Ну, сейчас будем гореть. Идея в чем? Нам надо было сделать две вещи. Сначала, допустим, мы уже написали, вот мы с этой болью справились. Нам надо было организовать процесс вообще этой доставки, чтобы как-то это запуститься в продакшене, потому что ручками в Research and Development оно работать можно спокойно. Но когда мы говорим про реальное, про реально уже, про серьезный проект, мы получаем такую ситуацию, что нам надо как-то валидировать то, что наши девелоперы пишут. Ну, был взят в STS. Идея в чем? Есть вот такой build package, который может проверять эти G-зончики. Если G-зончик валидный, окейный, то есть у него все нормально, он его пропускает дальше. Если он не валидный, чувак, ну, дезулер, как бы ты пролетел. Потом был деплой непосредственно на девелопмент среду и на продакшен среду. Почему здесь висит файлик, вот этот кусочек из файлика DF-proj? Это очень похоже на CS-proj. CS-proj — это же C-sharp, ну, все же помнят, да? DF-proj — ну, все просто, Data Factory Project. Ну, логично. Это новый тип проекта пришел, когда вы установили этот. И было, надо было сделать две различные конфигурации. Одну конфигурацию, которая относилась непосредственно к вашей машине, чтобы вы могли билдить у себя локально. А вторая конфигурация, которая использовалась непосредственно уже на релиз-этапе, и чтобы непосредственно билд-агент мог билдить, потому что вы поймите, вы здесь используете очень специфические библиотеки, чтобы валидировать этот файл. И здесь мы приходим к следующей боли. Вот это интересное решение Data Factory Tools под собой имеет Carle 81 DLL-ку. И мало того, это DLL-ки, они друг на друга завязаны. Причем завязаны жестко. То есть я пытался, честно, вот даю крест на пузе, я пытался понять, как они друг с другом связаны, чтобы попытаться что-то выкинуть. Да, вообще не смог. Я понял. Мало того, у него свои специфические билд-таргетсы, и мало того, вот видите, вот здесь вот такая, есть такая фраза, когда ты разархивировал это решение, ты получаешь привет от Microsoft. You may not reserve engineer, decompile or disassemble the software, except and only to the extent that applicable law expressly permit despite this limitation. то есть чувак, если ты это декомпилировал, получи искусут от компании Microsoft. Подарочек. То есть в продакшене ты это крутить не можешь. Мы тебя любим, Microsoft. Подожди, как? Как это не компилировал? Или это именно внутри самого Data Factory? Нет, смотри, ты когда устанавливаешь аддоны к Visual Studio, поднимите руку, кто когда-нибудь устанавливал аддон к Visual Studio? А кто писал их? По сути, вот этот файлик, что под собой? Это архив, ну, который устанавливается. В этом архиве есть целая пачка там файликов, DLL, и там лежал Rhythmus с такой фразой внутри. То есть нельзя было эти DLL, то есть нарушать тот ордер, в котором они идут, как они друг друга вызывают. Нельзя было вообще как-то их по-другому запускать и так далее. Нельзя было из них вытягивать методы. То есть какая идея? Мы могли же по идее подключить в свой собственный какой-то проект эти DLL, собрать их и сделать свой собственный ордер. Почему бы нет? Ну, я понимаю, что это извращение, но... То есть ты берешь Magic Box, тут входит, тут выходит, внутренний ласси, а то... Да, все правильно. Ну да, 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 все правильно. И основная идея была, о чем, был, с конфигурирован непосредственно процесс. Сначала мы меняли токены, чтобы правильно объяснить вообще, какие билд-таргетсы, чтобы ты использовал билд-таргетсы из этого, из решения с... Ну, блин, из этого расширения. Потом мы билдили этот солюшен с использованием этих таргетов. И, по сути, что билд делал? Он просто проверял валидность JSON. И 81 DLL-ка для проверки валидности специфического JSON. Ну, многовато, да? Не кажется? Ну, не спим мы. Или это все уже все закипело? Ну, хорошо. Идем дальше. Ну, мы билдили, потом мы результаты билда копировали. Ну, все стандартно. Потом запускали PowerShell скрипты. Прикольно, классно. А теперь давайте посмотрим, сколько мы на это времени потратили. Чтобы мы понимали, если вы стартуете, почему было так много непосредственно ресерчинг-девелопмента в этом проекте. Три дня для работы с билд-таргетсами, чтобы прописать свои собственные, чтобы он правильно их воспринимал. А три дня для понимания дейл-элординга, ордеринга. К сожалению, эти три дня можно вообще выкинуть, потерять. Эта информация ничего не дала. Я пытался одну дейл-элльку убрать, другую. Оно все равно материлось. Оно что-то хотело все 81. Ну, ты представьте, в репозитории вся 81 лежит. То есть, это не шутка. Ну, и поднять, сконфигурировать это все в сумме. То есть, мы уже получаем реально вот 6 плюс 5, 11 дней. По сути, чувака с уровня, ну, минимально. Ну, такую вещь можно сделать там уровень девопс-инженера. Ну, скажем так, уже высокий, ну, не джун. Ну, или уровень архитектора, который зайдет это сделать. Немало. Окей. Следующая боль. А как же это задеплоить? Да. Из Visual Studio работает все шикарно. Вот этот аддон, он дает тебе такой визарт, который тебе позволяет прям напрямую задеплоиться. Но визарт, это хорошо как бы, но это деплой ручками, но мы же как бы трушные с вами, надо же это все как-то делать. И тут была большая проблема. Смотрите, Data Factory решение, вот то, что я говорил, у него есть датасет, ну, изначально есть Linked Service, то есть, который описывает твой connection твоему сурсу, потом есть входящий датасет, потом есть pipeline, и потом есть выходящий датасет. Так вот, в pipeline есть планификация времени, то есть, во сколько она экзекьютится, то есть, мы можем ему рассказать, что ты, например, экзекьютишься каждый день, например, вот почему мы использовали Data Factory, она нам дала эту классную идею, что вот мы можем сказать, что ты экзекьютишься и выполняй вот эту задачу по переносу данных каждый день там в 5 утра. И по сути, это полный пас, то есть, мы не менеджим это. То есть, мы описали просто схему данных, мы сказали, просто перенеси нам эти данные, вот сюда, все, и мы потерли ручки, нам это обслуживать не надо, и по сути, мы за это платим копейки. Ну, звучит в теории очень красиво. Но по факту, чтобы задеплоить, смотрите, у пайплайна есть свое планирование времени, и у датасета есть свое планирование времени. То есть, есть время доступности датасета. Мы можем говорить, что, например, эта база данных доступна только всего лишь на один час в неделю. Ну, знаете, чтобы не сделать оверрайт, когда у нас, например, какая-то база реального продакшена, мы к ней коннектимся, и чтобы не повалить всех сразу же, мы даем какое-то окно, что только в это окно ты можешь подключиться. Идея классная, но если вы меняете время экзекьюшена пайплайна, то есть вы его поменяли в пайплайне, вы попытаетесь задеплоиться, или вы его сначала, или вы его поменяли в датасете, вы попытаетесь задеплоиться, он тебе скажет, шиш на рыло, ничего не работает. Идея была в чем? Так как у вас уже есть пайплайн, у которого распланировано время наперед, потому что DataFactory планирует на этапе деплоймента весь пайплайн, как это будет экзекьютиться. Что происходило? Ты должен был по имени твоего датасета идти сканировать непосредственно всю DataFactory, банальный перебор. Ну, блин, ты выгружал в коллекцию, то есть список в PowerShell, там покрытие на самом деле опиальное и бешеное. То есть ты можешь все сделать с PowerShell или с Azure Command Line интерфау. Это удобно, уже из коробки. Ты выгружал список и смотрел, а есть ли у меня к этому датасету относящиеся пайплайны и выходящие датасеты, которые уже задеплоены. Если есть, мы шли, удаляли сначала пайплайн, потом мы удаляли входящие-сходящие датасеты, мы с ручками все деплоили. Но время деплоймента занимало минут 40-50. Где-то для 200-300 пайплайнов. Ну, немало. Как бы окей. Это все происходило вот таким вот образом. То есть было два PowerShell скрипта, таких жестких, которые запускались. Кстати, могу даже код показать, но там вот такие простыни. Есть желание посмотреть на адский код? Нет. Хорошо. Ну, кому надо в кулуарах покажу. Там больно, больно, больно. Ну, а, да. Самое же забыл сказать. Вот как раз переходим к этому. Смотрите, сколько заняло вообще, чтобы сформировать непосредственно вот эту схему, вот эту логику. А почему мы так долго долбались с временем? Время же мы не можем в одно и то же время экзекьютить Development Data Factory и Production Data Factory. Потому что она-то относится к одинаковым источникам данных. И вот почему у нас было два... Я, помните, говорил, что у меня было два GitWay, потому что один GitWay был заточен под Production часть, а другой GitWay работал под Development часть. То есть, и нам надо было как-то на этапе автомата, на этапе деплоймента изменять время. Всегда. То есть, и при этом, поэтому у нас уходило. Ну, в общей сумме это заняло примерно там два дня на первую версию, потом на параметры, пять дней на вообще на последнюю версию с логикой, вот этой сложной логикой, что ты ищешь уже задеплойное, ты грохаешь уже задеплойное, ты доделиверишь что-то уже после. Ну, и пять дней просто, чтобы потестировать, посмотреть в общей сумме, то есть, ну, это время, на которое ты, по сути, не работаешь, ты просто наблюдаешь, как работает твоя команда. То есть, зашло им, не зашло, прикольно, не прикольно, вообще классно, нет. Окей. Следующий кусок – мониторинг. Так как наши любимые лидеры в виде хеда, хед вообще предприятия, не любили ничего, кроме вообще каких-то визуальных отчетов, им еще параллельно было заделиверено вот такой симпатичный отчетик в 4BI, который показывал, что уже заэкьютилось. У нас было, причем мы классно сделали, было сколько, сколько линий строчек было на исходящей базе, сколько было запроцессировано, сколько было во входящей. Это все работало вот так прикольно, то есть, мы могли смотреть, то есть, если вдруг какой-то прошел факап, то есть, если что-то правильно не скопировалось, оно нам просто сразу же подчеркивало красным, что, пожалуйста, зайди, посмотри. Ну, такая небольшая система. Идея в том, что почему было реализовано это, есть такой замечательный сервис по логированию уже, который есть, и по аналитике, в Azure называется Operational Management Suite. Но другое название, вы, скорее всего, слышали, работали, это Log Analytics. Но, по сути, Operational Management Suite это просто огромный такой уже портал, который на основании Log Analytics позволяет вам строить непосредственно все данные. Идем дальше. Хорошо. У Data Factory есть замечательная тулза, которая идет уже непосредственно вместе с ним в коробке. Идея в чем? Если вам надо заюзать копию сценария, что вы можете сделать? Представьте себе, вы заходите в браузер, вы настраиваете ваш гитвей, вы пишете connection string в вашей базе данных, вы говорите, какая табличка, оно выгружает вам эту схему данных сразу в браузер, потом вы нажимаете окей, я хочу это запихнуть вот сюда, в другую базу. Оно это понимает, оно автоматически мапит колоночки, то есть, где у нас есть соотношения, автоматически понимает, где мне надо преобразовать данные, то есть, делать каст, потому что данные исходящие, могут они сопоставлять входящим, и потом, вы когда нажимаете кнопочку finish, оно может еще вам сгенерировать все джейсоны. Звучит круто? А реализация? Ну, оно написано для работы в браузере. То есть, представьте, у тебя такая табличка с 200 колонок. Что произойдет? Весело. Да. Для этого мы решили долго с этим не мучаться, потому что, ну, блин, нужно ждать два часа, там, блин, больше часа, чтобы пока, ну, продуплиться в браузере, отработает, и что-то нам в конечном итоге выдадет. Мы решили, окей, ну, блин, все-таки, ну, все же программисты сделали консольное приложение, которое просто идет, и сам, мало того, что сканит исходный источник данных, сразу же генерит нам, то есть, если это новая таблица, генерит скрипт и сквель на create table с нужными нам, с нужными нам, ну, по сути, типами, сразу же генерит, там, датасеты все нам нужные, исходящие, выходящие, и генерит эту активность. Удобно, прикольно, классно, было, ну, вот, все, что оно генерит, то есть, там, скрипт select, а, да, скрипт select SQL, смотрите, по умолчанию, в DataFactory есть миссмач между типами MySQL и SQL, ну, в этом сценарии, вот я сейчас именно говорю про это. Я сейчас дальше буду этот тип показывать, хотя, вот, даже уже перейду немножечко, смотрите, если у нас есть дата, к сожалению, DataFactory не может нормально работать с датой, которая 1000, 1 января 1900 года. Ну, по сути, это no label data, как бы, то есть, грубо говоря, просто некоторые системы, особенно старые Legacy, трекают no label data, выставляя это, чтобы не записывать ноль. И наша задача было это дело как-то трекать, и как-то это записывать. Но мы сразу же ему говорили, что мы это трекаем как нол. И все, и писали просто нол. Уже на этапе. Потом, eNAM мы не могли просто так перенести в базу SQL. У нас падало от этого DataFactory. Мы его просто кастовали как Varchar и записывали как nvarchar. Все просто. Потом была история с SET, то же самое с nvarchar. И самая тяжелая была история, на которой мы очень долго просидели непосредственно на small int. это было реально тяжело пофиксить, потому что мы не могли понимать, блин, ну small int, это маленькое значение, это integer по сути. Грубо говоря, что ему не нравится, когда мы запихиваем integer. Но из-за того, что он использовал, скажем так, addonet под коробкой, даже не addonet, блин, а ladyb провайдер, чтобы приконнектироваться к твоему источнику данных, короче, пришлось это дело сначала кастовать как signet int, а если это unsignet был флаг, то кастовать как signet small int. И только тогда оно работало. Ну и еще была целая пачка всего, то есть на выходе, но вот это сейчас заняло очень много времени, но представьте, вы не можете понять действительно, почему у вас не проходит pipeline, то есть вы все сгенерировали, все работает классно, но pipeline не работает. То есть надо же искать, почему он пишет, просто error непонятный. Я не смог запихнуть вот в эту колонку. Ты начинаешь подбирать. Если тебе быстро попадется, ты поймешь, почему он не смог. То есть ты посмотришь на исходящий тип, ты посмотришь на входящий тип. Но не всегда же вы понимаете эти уникальные колонки, вы получаете там первые стройские базы. И начинается вот эта работа, давайте-ка найдем, давайте-ка поиграемся и так далее. Чтобы это все было, чтобы это все было как-то круто и правильно сделать, что мы сделали. Там, когда вы прописываете activity, есть вариант, что вы можете выбрать custom SQL execution script. Идея в чем? Что вы не просто select звездочка from table, то есть, а вы просто сделаете, перечисляете непосредственно за колонки, которые вы selectите. И в случае, если у вас попадается тип, оно вам генерирует, что, пожалуйста, прокастуй его у него так. то есть, и, ну, написали небольшую тузу. Туза, кстати, на самом деле, писалась недолго, она там что-то написалась там за пару дней, которая генерировала, по сути, пять файлов. Первый файлик, это был вот этот скрипт select SQL. Почему его отдельным файлом генерировали? Потом мы его же инжектили в pipeline, чтобы потом можно было посмотреть вообще, как с этим работать. Потом был второй скрипт, это на создание этой таблички уже непосредственно. Этот файлик потом добавлялся в duckpack, чтобы обновить базу данных. Третий скрипт, это был input dataset, то есть, на исходящее описание исходящей нашей таблички. Четвертый, это был output dataset, и пятый, это был вот copy pipeline непосредственно с вот этим кастом скриптом select. И, по сути, я могу, кстати, даже открыть, показать, ну, чуть-чуть позже, потому что там есть еще пару моментов, которые я хотел сказать. Могу показать эти четырехэтажные select, если интересно. Окей. К чему мы вышли? Вот если посмотреть, вот это уже под конец R&D, мы сделали вот такое сравнение. Вот смотрите. Time of execution one table. Если мы запускали вот этот их встроенный, встроенный шикарный визарт, который нам давал возможность. Визарт реально крутой, то есть, особенно, когда приходит бизнес, и ты даешь бизнесу в руки мышку, говоришь, тебе надо тыкнуть вот сюда, тыкнуть вот сюда, и у тебя магия. Она уже в клауде. Но начинается проблема, если в таблице больше там 200 колонок, там execution больше часа, и если, не дай бог, в этот момент упадет соединение интернетовское, или не дай бог, в этот момент подвиснет Chrome, или Edge, то вы получаете, ну, сори, чувак, error. Как бы бывает. Но идея в том, что это очень все такое визуальное, такой симпатичный, такой метро интерфейсик, плиточки, колоночки, оно все работает, и так далее. Идея в чем? С консольным приложением к чему мы вышли? Execution сотни тейблов, просто вот реально мы анализировали на вход, мы коннектились, а как это делать? Мы подконнектировались к базе MySQL, у нее есть system schema, мы по system schema вытягивали список таблиц, которые нам надо, ну, точнее, список таблиц, и их структуру, их схему, чтобы посмотреть, какие там типы были, чтобы в зависимости от типа сразу же прописать нужные нам касты и так далее. И мы генерировали непосредственно уже готовый JSON по известной схеме. То есть понятно, что под этот JSON, который были прописаны там классы, ну, это все стандартно, то есть рассказывать ничего не надо. Но да, это консоль. То есть для директората это будет тяжело зайти в консоль, прописать параметры, ой, как оно работает и так далее. Но оно работало. И последняя такая вот, последний кусочек, перед тем, как мы перейдем к вопросу, это было больно. Но по факту это сейчас работает. Вот это самое основное. И задача бизнеса была решена. То есть мы от момента, я не стал, не буду сейчас рассказывать вот эту часть с SSS, но там все достаточно стандартно, классно. Там тяжело наступить на грабли, потому что это существует уже с бородатых годов. SQL Server, Integrational Services, все им пользуются и так далее. Идея, вот если подвести общую смету под проектом, мы получили с использованием Data Factory, мы сэкономили кучу ресурсов на инфраструктурном решении, нам не надо его обслуживать, и мы каждый день доставляем уже больше 50 гектаров данных. То есть, ну на данный момент я не могу точно сказать, потому что я уже как архитектор вышел с проекта, то есть я в лучшем случае раз в месяц там появляюсь и просто смотрю, что происходит. То есть, ну, основную задачу бизнеса мы закрыли. И вот он, тот пример трансформации, который на самом деле нас ждет в самое ближайшее время, потому что уже закончились те старые времена, когда мы ручками ходили, делали экспорт, потом его ручками копировали и так далее. Сейчас это все будет происходить в автоматическом режиме с использованием современных tools. И последняя такая проблемка, она прикольная, но мы это нигде не заиспользовали, потому что она просто вот как-то так. Идея в чем? У Data Factory планификация строится, то есть вы можете раз в минуту, раз в пять минут, раз в час, раз в день, раз в неделю, раз в месяц, раз в год экзекьютить. А что если вам надо запустить его прямо сейчас и сегодня, вот через секунду? Знаете, как это решалось? Нет. Мы откатывали время старта в планификаторе на вчерашний день. Не, ну это прикольная, согласитесь, прикольная штука, как бы, да. И она вот так работала. Потом, что мы еще сделали, мы научились PowerShell трекать, когда он закончил таблицу, и стартовать PowerShell, ну грубо говоря, PowerShell сервера SSS Job, которая относится к этой таблице, чтобы ее преобразовать, чтобы ускорить еще время, по сути, delivery конечного решения. Ну, и как бы поигрались с оффсетами, там их очень много, они очень все прикольные, но потом я могу это все дать, и даже на фоне этого всего выпустили красивую статью. О том, что вы почитаете. Окей, ну теперь вопрос, немножко перейдем, как уже общий такой резюме по проекту я сказал. Теперь, ну давайте ваши вопросы. Спасибо.